здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал россия и древний рим совпадение со сдвигом в 1168 лет значит на просторах интернета попалась вот такая интересная статья которую я и хочу вам зачитать вообще предлагаю вам посетить этот интереснейший сайт где вы найдете очень много интересной информации например вот такую как древняя как древнюю русь превращают из каменной в деревянную в прошлом сокрыт базис не только нашего настоящего но и будущего фальсификация всемирной истории проводилась несколько веков киевской руси не было вот такие интересные заметки вы можете найти на этом сайте но давайте я вам зачитаю вот этот интерес вот эту интересную статью екатеринский зверь к истории в 1168 лет история россии повторяет историю древнего рима со вздвигом 1168 лет или наоборот похоже на то что всю историю древнего рима скопировали с истории россии сдвинуть ее назад на 1168 лет они похожи в малейших деталях деталях словно два автомобиля одной серии выпущенные одним заводом пусть и с разрывом в 1168 лет екатеринский зверь в 1168 лет автор андрей степаненко поразительный факт история россии повторяет историю древнего рима в малейших деталях они похожи словно два автомобиля одной серии выпущенные одним заводом пусть и с разрывом 1168 лет стоит стоит римскому летописцу помянуть персию с персию в связи с войной и его русский коллега обязательно откликается с разрывом 1168 лет размещают хроники сообщения об удачном походе сеньки разево как раз в персию стоит римлянину сообщить о начале борьбы с еретиками как в московских летописях снова с разрывом в 1168 лет начинается борьба с точно такой же ересью где-нибудь в новгороде местами это выглядит вообще весело с тем же разрывом в 1168 лет монахи абсолютно синхронно женятся их соправители также синхронно умирают а малолетние царевичи становятся жертвами самозванцев несмотря на колебания дат до трех лет точность совпадений невероятная на интервале в 1168 лет отклонение составляет ноль целых двадцать шесть десятитысячных практически ничто буквально же буквально же по повторов обескураживает если молодой царь под присмотром дядьки то в обеих хронологиях уточняется что царь 16-летний хотя можно было бы и тот не не уточнять а если царь женится то непременно в обоих случаях указано чья дочь его невеса загадочная корреляция начинается в 1054 году длится 720 лет 10 астрологических 72 летних циклов а завершается в 1773 году как раз прикомандующий составлением истории государства лисийского екатерины второй великой этим именем на правах первооткрывателя я этот звик и назвал екатерининский звик хронологии власти поехали 1472 иван женится на софи дочери палеолога 307 константин женится на фаусте дочери максимиана разница 1165 иван третий схватил своего брата андрея большого 324 константин схватил и умертвел зятя соправителя лицине разница 1167 1503 раздел земель земель руси между иваном третьим и великим князем литовским 337 раздел земель империи на западную и восточную разница 1166 1561 иван четвертый стал московским царем 395 аркадий стал императором византии разница 1166 1575 великий великий князь всеоруссии симеон бекбулатович 1408 новый император византии феодосий 2 разница 1167 1591 малолетний царевич дмитрий убить престол узурпировал борис годунов 423 малолетний император валентин 3 свергнут престол узурпировал иван разница 1168 лет 1645 16-летний царь алексей михалович под присмотре в бориса морозова 476 16-летний император ромул отдает власть командующему гвардию адократу аду акру разница 1169 1689 соправителем ивана пятого стал петр 1 527 соправителем юстиниана стал юстина юстина стал юстиниан 1 разница 1168 1696 смерть ивана пятого соправителя петра 527 смерть юстина первого соправителя юстиниана первого разница 1169 лет строго идентичны и хронологии двух церквей русской и римской ключевые события датируются буквально и не только по форме но и конкретно историческому содержанию словно сцепленный жестким буксиром длиной в 1168 лет церкви строго синхронно вступают в борьбу с ересью проводят соборы и подвергается секуляриции причем русская церковь вплоть до 1667 года борется не просто с ересью а с той же самой ересью древнеримского египтянина ария последний раз упомянутого и тут же навсегда забытого на западе еще в 492 году что же о реальных сроках борьбы с ересами смотрите приложение номер один а сейчас табличка екатерининский сдвиг хронологии церкви 1300 год митрополия перенесена из кимена киски его во владимир 130 год или капитолийская основана вместо юрсалима разница 1170 1420 послание каприана об ошибках и о единстве всеобщей церкви разница 1169 лет 1439 папа римский разрешает конфликт церквей флорентийская уния 272 епис и епископ римский разрешает конфликт церквей политическое единство разница 1167 лет 1470 еретики новгорода гонят христиан 303 языческие дикс и гонения на христиан разница 1167 лет 1478 и он 3 конфискует земли новгородских еретиков 311 год галерий передает христианам храмы язычников разница 1167 лет 1480 и русские победили хана ахмата без боя благодаря заступничеству иконы пресвятой богородицы 312 год константин одержал победу над макси цием без боя благодаря знамению в виде креста разница 1168 лет 1490 первый собор на еретиков ариан 325 год первый собор еретик арии отлучен в 323 году разница 1169 лет 1499 и он 3 конфискует имущество новгородских еретиков 322 год федосий конфискует имущество еретиков малихеев разница 1167 лет 1503 иван 3 дал церкви право судопроизводства 336 год император дар церкви право судопроизводства разница 1167 лет уже устал ребята значит дальше можете сами посмотреть этих совпадений огромное количество очень интересно что автор все это дело прочитал так что заходите пожалуйста на этот очень интересный сайт и читайте очень интересные вот эти статьи особенно предлагаю киевской руси не было спасибо за внимание до свидания